Компания Apple объявила о выпуске профессиональных программ Final Cut Pro и Logic Pro на iPad с новыми функциями для создателей видео и музыки. Сенсорные интерфейсы переработаны специально под iPad. Это обеспечивает им интуитивно понятный и непосредственный опыт работы. Final Cut Pro на iPad содержит полный набор инструментов для записи, редактирования, обработки и обмена видео, а Logic Pro — полноценный набор инструментов для написания песен, создания ритмов, записи, редактирования и микширования. Теперь Apple на рынке мобильных приложений стала прямым конкурентом популярного инструмента редактирования видео DaVinci Resolve, который в прошлом году выпустил приложение, оптимизированное для iPad. WhatsApp выпустил официальное приложение для Wear OS. Оно доступно пока только для бета-тестеров, приложение на Android. Программа поддерживает умные часы на Wear OS, включая Pixel Watch и Galaxy Watch 5. Она позволяет с умных часов просматривать последние чаты, смотреть историю текстовых и голосовых сообщений и отвечать на них текстом или голосом. Чего нет, так это возможности начать новый чат из приложения для Wear OS, если пользователь никогда раньше не отправлял сообщения контакту через WhatsApp. Что интересно, приложение мессенджера для умных часов существовало и ранее, но после ребрендинга Android Wear его поддержка была прекращена из-за недостаточной популярности. В дальнейшем пользователи умных часов могли отвечать на сообщения лишь при помощи встроенных инструментов операционной системы. Помимо всего прочего, WhatsApp вскоре позволит Android-пользователям редактировать ранее отправленные сообщения. Подобные намеки на новую функцию ранее были обнаружены и в бета-версии приложения для iOS. Вероятно, сообщения можно будет редактировать в течение 15 минут после отправки. Китайский экспериментальный многоразовый космоплан вернулся на Землю из второго орбитального полета, который стал для него самым длительным. Полет продлился 276 дней. За это время аппарат успел поменять орбиту и совершить ряд манёвров. Как отмечают СМИ, успешное испытание — это крупный прорыв в области китайских многоразовых космических кораблей. Аппарат запустили с космодрома Цзюцюань в августе 2022 года. Китай поставил задачу проверить технологии многоразового использования и технологии обслуживания на орбите, заложив техническую основу для мирного использования космоса. Других подробностей пока не приводится. Параметры космоплана засекречены. Однако известно, что максимальная грузоподъемность ракеты-носителя Чанчжэнь-2F, которая выводила его на низкоорбитальную орбиту, составляет около 8 тонн, а размах крыльев может немного превышать 4,2 метра, чтобы уместиться под головной обтекатель.